Крушение новозеландского парома Вахайн Вахайн был двухвинтовым турбоэлектрическим паромом. Был построен компанией Fairfield Shipbuilding в Гаване, Глазго, Шотландия для компании Union Steam Ship Company Новой Зеландии. Киль был заложен 14 сентября 1964 года. Его корпус был построен за 10 месяцев, окрестили и спустили на воду 14 июля 1965 года. Грузовые помещения и пассажирские помещения были установлены в последующие месяцы, и он был завершен в мае 1966 года. Он отправился из Гринока, Шотландия, в Новую Зеландию 18 июня 1966 года и прибыл в Веллингтон 24 июля 1966 года. Неделю спустя, 1 августа, он отплыл в свой первый рейс в Литтилтон. Размеры парома составляли 149 метров в длину, ширина – 22 метра. В то время Вахайн был крупнейшим судном Union Company и одним из крупнейших пассажирских паромов в мире. Корабль также имел кормовые и носовые подруливающие винты и стабилизаторы. Вахайн начал перевозить пассажиров для дневных и ночных рейсов, по межостровному маршруту Новой Зеландии между портами Веллингтон и Литтилтон в 1966 году, который связывал северные и южные острова Новой Зеландии. Парому было разрешено перевозить максимум 1100 пассажиров или 924 сидячих пассажира в 380 каютах, расположенных на семи палубах. Места общего пользования включали кафетерий, гостиную, курительную комнату, сувенирный магазин, две закрытые прогулочные зоны и открытые террасы. У парома было две автомобильные палубы общей вместимостью более 200 автомобилей. Вечером 9 апреля 1968 года паром отплыл из Литтилтона для обычного ночного перехода в Веллингтон с 610 пассажирами и 123 членами экипажа. Рано утром в среду, 10 апреля, два сильных шторма слились над Веллингтоном, образовав один внетропический циклон, который был самым сильным из зарегистрированных в истории Новой Зеландии. Циклон Жизель направлялся на юг после того, как нанес большой ущерб северу Северного острова. Он обрушился на Веллингтон одновременно с другим штормом, который нагнал западное побережье Южного острова из Антарктиды. Ветры в Веллингтоне были самыми сильными из когда-либо зарегистрированных. В какой-то момент они достигли скорости 171 миль в час и только в одном пригороде Веллингтона сорвали крыши с 98 домов. Три машины скорой помощи и грузовик были опрокинуты на бок, когда они пытались выехать в этот район, чтобы спасти раненых. Когда штормы обрушились на гавань Веллингтона, паром Вахайн выбирался из пролива Кука на последнем этапе своего путешествия. Хотя были предупреждения о погоде, когда он вышел из Литилтона, не было никаких признаков того, что шторм будет сильным или хуже, чем те, которые часто испытывают суда, пересекающие пролив Кука. В 5 часов 50 минут при порывах ветра от 62 миль в час до 96 миль в час капитан Гектор Гордон Робертсон решил войти в гавань. Через 20 минут ветер усилился, и он потерял свой радар. Огромная волна сбила его с курса и выровняла с Баррет Риф. Робертсон не смог повернуть спиной к курсу и решил продолжить разворот и вернуться в море. В течение 30 минут он боролся с волнами и ветром, но позже потерял управление двигателями. В 6 часов 40 минут он был отброшен на южную оконечность рифа Баррет, недалеко от входа в гавань менее чем в миле от берега. Он дрейфовал вдоль рифа, оторвав винт правого борта и проделав большую дыру в корпусе с правой стороны кормы, ниже ватерлинии. Пассажирам сказали, что он сел на мель, но непосредственной опасности не было. Им было приказано надеть спасательные жилеты и явиться на места сбора в качестве обычной меры предосторожности. Ураган продолжался усиливаться. Ветер усилился до более чем 160 миль в час, и он бросил якорь и дрейфовал в гавани. Около 11 часов, недалеко от западного берега в Ситауне, его якорь наконец удержался. Примерно в то же время к нему подошел буксир топухи и попытался привязать линь и привести его на буксир, но через 10 минут линь оборвался. Другие попытки не увенчались успехом, но заместитель капитана Галлоуэй сумел подняться на борт с лоцманского катера. В течение всего утра опасность затопления корабля, казалось, миновала, поскольку судно находилось в районе, где глубина воды не превышала 10 метров. И наихудшим сценарием экипажа был после того, как судно либо прибьет в Веллингтон, либо сядет на мель на мелководье. Около 13 часов 15 минут комбинированный эффект прилива и шторма развернул паром Вахайн, образовав участок чистой воды, защищенный от ветра. Когда он внезапно накренился дальше и достигла точки невозврата, Робертсон отдал приказ покинуть корабль. В случае, аналогичном тому, что произошло во время крушения итальянского пассажирского лайнера Андреа Дориа у побережья Новой Англии в 1956 году. Сильный крен на правый борт оставил бесполезными четыре спасательные шлюпки по левому борту, только четыре по правую сторону борта были запущены. Вахайн спустил на воду свои спасательные плоты, но волны высотой до 6 метров 20 футов перевернули некоторые из них, и многие люди погибли. Паром затонул на глубине 12 метров. Когда погода прояснилась, вид затонувшего корабля в гавани побудил многие суда мчаться к месту происшествия, в том числе паром Эромоуна, буксиры, рыбацкие лодки, яхты и малые личные суда. Они спасли сотни людей. Более двухсот пассажиров и членов экипажа достигли скалистого берега восточной стороны канала, к югу от Истборна. Поскольку этот район был пустынным и безлюдным, многие выжившие подвергались воздействию стихии в течение нескольких часов, пока спасательные команды пытались пройти по гравийной дороге вдоль береговой линии. Именно здесь было обнаружено несколько тел. Примерно в 14 часов 30 минут Вахайн полностью перевернулась на правый борт. Тогда погиб 51 человек, еще двое скончались позже от полученных травм, всего 53 человека. Большинство жертв были среднего или пожилого возраста, но среди них было трое детей. Было обнаружено 46 тел, 566 пассажиров и 110 членов экипажа спаслись, а шестеро пропали без вести. Разворачивающаяся драма кораблекрушения была освещена съемочными группами радио и телевидения, поскольку паром сел на мель недалеко от столицы Новой Зеландии, Веллингтона. Газетные бригады, а также другие журналисты и фотографы немедленно предоставили новости, задокументировав спасение пассажиров и гибель людей. Через 10 недель после катастрофы следственный суд установил, что были допущены ошибки в суждениях, но подчеркнул, что условия в то время были тяжелыми и опасными. Эффект свободной поверхности привел к тому, что Вахайн опрокинулся из-за скопления воды на палубе транспортного средства. Хотя несколько специалистов-консультантов по расследованию полагали, что он сел на мель во второй раз, набрав больше воды под палубой. В отчете о расследовании говорилось, что почти наверняка было бы потеряно больше жизни, если бы приказ покинуть корабль был отдан раньше или позже. Шторм был настолько сильным, что спасатели не смогли бы помочь пассажирам раньше, чем около полудня. Против ее офицеров были выдвинуты обвинения, но все они были оправданы. Первоначальные надежды на то, что его можно будет спасти, были оставлены, когда стали ясны масштабы структурных повреждений. Поскольку затонувший корабль представлял опасность для судоходства, в течение следующего года были проведены приготовления к его снятию с мели и буксировки в пролив Кука для затопления. Однако аналогичный шторм в 1969 году разрушил обломки, и они были разобраны, частично с помощью плав-крана Хикития, на месте. Мемориальный парк Вахайн отмечает катастрофу носовым подруливающим устройством недалеко от того места, где выжившие достигли берега в Ситауне. В парке Джи Чиорчилл в Ситауне есть мемориальная доска, корабельный якорь и цепь, а также копии вентиляторов. Мемориальная доска и фок мачта находятся на стоянке рядом с воротами Бурдана, на восточной стороне гавани, на побережье, куда выбросило многих выживших и погибших. Главная мачта является частью другого мемориала в парке Фрэнка Китца в центре Веллингтона. В музее города и моря Веллингтона на морском дне есть постоянная памятная выставка, на которой представлены артефакты и фильм о шторме и затоплении.